Родился 2 января 1936 года, через несколько лет, когда его репрессированный отец Петр Васильевич Меркурьев, 1906-1940, умер, Евгений вместе с братом и сестрой был усыновлен родным дядей, известным артистом Василием Васильевичем Меркурьевым. В 1961 году Евгений Меркурьев закончил обучение в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского, класс профессор А. В. Зона, и был распределен в Камчатский областный театр в Петропавловске-Камчатском. Там, набираясь профессионального опыта, за 2-5 года он сыграл 18 ролей. Вернувшись в 1964 году в Ленинград, работал в Театре юного зрителя, Ленинградском областном театре драмы и комедии, Малом драматическом театре, Молодежном театре на Фонтанке, Академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, Александринском. С 1987 года постоянно служил в театре драмы и комедии на Литийном, где был занят в спектаклях «Гамлет», «Великая Екатерина», «Барышня-крестьянка», «Упы», «Лес», «Вера», «Надежда», «Любовь», «Карамболь», в то же время сотрудничал и с другими трупами. В частности, театр «Приют комедианта». В 1995 году Е. П. Меркурьеву присуждено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 1999 году Евгений Петрович Меркурьев стал ауриатом государственной премии РФ в области литературы и искусства за спектакль государственного драматического театра на Литийном, «Лес», по пьесе А. Н. Островского, роль Карпа, постановка Григория Козлова. В 2000-х годах Е. П. Меркурьев активно снимался в кинофильмах и телесериалах. Популярность и славу получил благодаря роли мафиоза Арсена, главного противника и врага Анастасии Каменской во втором сезоне одноименного телесериала. В 2004 году стал народным артистом Российской Федерации. 27 марта 2007 года Евгений Меркурьев трагически погиб, провалившись под лед во время рыбалки на Ладожском озере вблизи Приозерска. Похоронен на Смоленском кладбище.